Глава 6, подзаголовок 6. Опыт Мёбиуса Если в следующем поколении арабы придут к общему признанию того, что Израиль находится в безопасности на Ближнем Востоке, и что он останется там навсегда, возможно, что произойдет психологическое изменение в их позиции относительно права Израиля на существование. Я считаю, что арабы не будут вечно биться головой об стену. Но если они увидят, что оборонительная стена Израиля рушится, если Израиль внезапно потеряет основные средства своей защиты, постепенный прогресс в направлении израильско-арабского мира, достигнутый в последние годы, может быть отменен в мгновение ока. В одной из своих книг Нордау описал знаменитый эксперимент, проведенный немецким зоологом Карлом Августом Мёбиусом по установлению отношений между хищником и жертвой. Эксперимент проводился на двух рыбах. Он повторил свои попытки еще несколько раз, но безуспешно и еще больше повредил себе голову и рот. Конец цитаты. Постепенно, пишет Нордау, водяной волк начал понимать, что скрытая и неизвестная сила защищает карпа и что любая попытка сожрать его ни к чему не приведет. С этого момента хищник прекращает все свои попытки поймать свою добычу. Таким образом, когда стеклянная перегородка была удалена из аквариума, и водяной волк, и карп поплыли бок о бок. Все, что знал водяной волк, было то, что он не должен нападать на этого карпа, потому что судьба будет плохой и горькой. Стеклянная перегородка, которой больше не было, казалось, прикрыла карпа доспехами, отражающими смертоносные атаки водяного волка. Конец цитаты. Какими бы ни были мотивы нападения, в нападении, обреченном на провал, нет смысла изначально. Эта фундаментальная истина применима к людям и нациям не меньше, чем к рыбам. В самом деле, именно это признание медленно укореняется даже в умах самых радикальных арабских режимов в отношении Израиля. Но по-прежнему нельзя сказать, что факт существования Израиля и его право на существование уже укоренили в умах арабов, поскольку, если защитная перегородка Израиля будет внезапно убрана, он немедленно станет мишенью для вторгшихся хищников. Эта перегородка, система обороны Израиля, состоит из нескольких важных элементов, человеческих и физических ресурсов, имеющихся в распоряжении государства Израиля, психологических и материальных ресурсов, которые будут использоваться для его защиты, и не менее важен физический буфер между городами Израиля и основными армиями Восточного фронта. Этот буфер является оборонительной стеной государства, высокой стеной гор Иудеи и Самарии и Голландских высот. В следующей главе мы обсудим военное значение этой оборонительной стены.